Фараон 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 Народ Израильский вышел из Египта и перешел в Черное море. Он пил перепоклонение. И они получили ману, которая сошла с небес, и воду, которая вышла из небес. И в конце концов мы подходим к тому, что начинается война с Амалеком. И можно прочитать в каждой главе каждое событие, которое происходило там. И то, что я заметил, что все события связаны друг к другу. И то, что Леон сегодня умодился и о чем он говорил, меня это просто удивило очень. Потому что это напрямую связано с тем, что я собирался с этим. Потому что то, что объединяет все эти события, это вера и надежда. Когда народ Израильский вышел из Египта, они подошли к морю. У них не было дальше куда идти. И народ, наверное, понимал, что все уже закончился наш путь, сейчас мы скоро умрем. И так же фараон знал об этом, он сказал, что они заперты в пустыне. И тогда они начали кричать на Муша, зачем ты верил нас на земле египетской. Надежда была потеряна. И то, что Леон сегодня говорил, иногда у нас есть такое время в жизни, что просто нет надежды. Ты видишь, что перед тобой нет никакого решения, ты видишь перед собой море и смерть. Но то, что интересно, Господь сказал, зачем ты напьешь ко мне? Скажи им, и они пройдут. Скажи им, чтобы они зашли в море и начали идти. Чтобы они зашли в воду и начали идти. Зайди в эту дорогу. Мы очень часто кричим к Богу. Но Бог говорит, и начинает идти, и начинает двигаться. И тогда ты увидишь величие Господа. Когда они увидели, что все египтяне погибли. Несмотря на то, что они до этого уже видели в Божью руку чудеса, которым он сделал вести казнь. Только в конце они говорят, мы видели все, что сделал Господь. И написано, возбоялся народ Бога, и поверили Господу и Моисею. Только в конце, после всех этих событий, они увидели, они начинают верить. Когда они видели все эти чудеса, скорее всего, они еще не должны верить. Когда они видели 10 казней и величие Господа, они до сих пор все еще не верили. Потому что они до сих пор были ограничены. Но сейчас они вышли на свободу. И тогда они увидели, что египтяне погибли. И Господь совершил свою работу. Но это все еще не все. Имуна. Иллюим моломет от них имуна и текла. И смол охолам в каждом месте. Надеяться они во всякой ситуации. Нет еды, нет хлеба. Но Господь говорит, у вас все еще есть надежда, я могу совершить больше этого. Вы знаете, когда они поют песню моря? И называется песня моря. Это песня прославления о том, что Господь совершил с египтярами. Часть этой песни мы сегодня даже пели. Кто Господь как ты? Кто подобен тебе? Вы помните такое имя, Макабин? Не давно у нас праздновали праздник. И хашмоноим называли Макабин. Есть очень много талкований по словам. И пишут праздновали, иногда с хап и иногда с куф. Но один из талкований это первые буквы предложения Макабин, кто как ты Господь среди богов. Это было их пароль, когда они выходили на войну. Это была их надежда, любовь и надежда на Бога. Они были мало числены, но они верили, что могут победить великой народ. Вера и надежда. Но то, что интересно, в конце концов, в войне с Амалеком мы тоже читаем про веру. Я очень часто говорила об этом случае. Но вдруг я увидел нечто новое. Вы помните случай, когда Моша зашел на гору и держал руки на верху? Помните этот момент? Вы помните, что израильтяне были в войну, и когда Моша держал руки вверху, тогда народ побеждал. Но когда он уже уставал и опускал руки, тогда народ начинал проигрывать. И об этом написано в 17-й главе. В 12-м стихе написано так. Но руки Моисея тяжелели, тогда взяли камень и положили под него. И он сел на нем морон, и Иор поддерживали руки его с одной стороны и с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И написано, что руки его были на верху до захождения солнца. Но на еврейском оригинальном тексте написано, что его руки были руки веры. Поднять руки на верх или верить – это одно и то же значение. А в нашей войне, в том хашахте, мы, когда мы говорим о лимонах, мы говорим о вере. Всегда, когда мы говорим про веру, то мы говорим о том, чтобы сделать первый шаг, о том, чтобы надеяться на Господа. Пойти туда, куда ты не совсем знаешь, куда ты идешь. И все это правильно, это очень хорошо так поступает. Но здесь результатом веры было действие общих вещей. Всегда надо ответить и подгонять руки на верху. Один должен был возглашать молитву за народ. Но мы не всегда можем держать руки на верху. Часто наши руки ослабевают. Мы чувствуем себя слабыми и мы отказываемся. Но здесь есть кто-то, кто поддерживает. И я понял, что вера это так же, когда ты начинаешь поддерживать руки кого-то, кто слабый. Это не только когда ты веришь, что Бог что-то сделал. Результат веры это когда ты поддерживаешь кого-то, кто слабый и нуждается в вере. Результат веры это те действия, которые мы делаем. И тогда ты видишь величие Бога. Когда руки начинают подниматься наверх. Когда ты сделаешь свои действия и ты можешь помочь кому-то, кто смотрит наверх с надеждой. Когда этот человек уже начинает продвигаться без страха. Без разочарования. Это не является результатом веры. И я думаю, что часто нам не достает этого. Не только верить, но и делать что-то. Вы знаете, что 600 тысяч человек только мужчин, не считая женщин и детей вышли из Египта. Эрец Исраэль не была готова принять их. Они не распростерли ковер, они должны были сражаться. Когда-то здесь была репатриация в 80-е годы. Люди, которые приехали в то время, должны были приехать и очень тяжело работать. Тогда страна тоже не совсем была готова принять их. Для того, чтобы устроить основу для своих грядущих поколений. Но сейчас есть большая влия, и она продолжится. И тогда вопрос к нам, каждому из нас. Как мы проявляем нашу веру, чтобы помочь всем, которые приезжают? Мы те, которые уже могут построить им путь. Потому что есть люди, которые приезжают без надежды и без веры в Бога. И наша помощь, и наша поддержка, это то, что может следить и строить наши веры. Это то, что может дать им надежды и обновить веры в Бога. Поэтому работа каждого из нас очень важна. Не только что делает община. Какие события делает община для того, чтобы благовестствовать или поддерживать этих людей? Но твои личные дела очень важны. Как ты поддерживаешь человека, как ты укрепляешь его? Как ты укрепляешь свои отношения с ним и пытаешься его помочь? Это истинная вера. Наши служения, наши дела. И тогда Божье величие придет к нам. И тогда действительно мы сможем провозгласить, кто как ты, Господь среди Бога. И если человек, которого ты поддерживаешь и помогаешь, приходит ко мне момент, что он также может прославить Бога этими словами, тогда ты действительно добился чего-то. Я хочу помолиться. Я хочу помолиться. Я хочу помолиться обаIGHT на нашем возologicallyонь Mobила. Чтобы ты не поддерживаешь количество чего-то внутри. Чтобы ты обновил Saint граждан. Чтобы вы поддерживаете тебе. Чтобы благословиться к тебе. в этой земле, чтобы мы могли действительно поцелить этот мир вокруг нас. Аминь. Аминь.